Сотрудники ГАИ Ленского района продолжают работу по пресечению фактов перевозки пассажиров водителями нелегальных такси. К сожалению, часто такие поездки оказываются небезопасными. И прежде всего потому, что эти услуги зачастую оказывают молодые люди, не имеющие достаточного опыта вождения. Сотрудники госавтоинспекции подобные мероприятия проводят постоянно. В этот раз внимание было направлено в основном на водителей, осуществляющих пассажирские перевозки через приложение InDriver. Но хотелось бы, наверное, отметить то, что именно вот эти такси, которые нелегальные, особенно через сеть интернет, InDriver, потому что фактически вас везет человек, который далек от этих всех перевозок, который не понимает, чем он занимается. Чаще всего занимается от того, что это попутный заработок. Где-то я тоже обращал внимание, жаловались пассажиры, что усадят, допустим, молодые люди, вызывают по InDriver автомашину. Но водитель, наверное, только год-два, как только за рулем, то есть понимания нет той деятельности, которую он осуществляет. То есть у него нет ответственности, он не понимает, что это работа, он просто зарабатывает деньги. В ходе только этого рейда по приложению InDriver инспекторами ГИБДД было выявлено три нелегальных перевозчика. Как и полагалось, лицензии у всех водителей, приехавшись на вызов в этот день, не имелось. Почему же InDriver набирает обороты? А все потому, что все больше ленчан, ввиду экономии денежных средств, предпочитают пользоваться услугами этого приложения. Но никто не задумывается, что с экономик предложенные 30 рублей по городу и 1500 рублей на междугородную перевозку, они подвергают свою жизнь опасности. Напомним, что в этом году уже было зарегистрировано ДТП с участием водителя InDriver, в результате которого сам водитель погиб. 12-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Есть у нас легальные такси, которые зарегистрированы, которые соблюдают тот перечень, который предусмотрен приказами Минтранса. Это мы проверяли, это у них есть. То есть и человек, который вас повезет, он явно понимает, чем он занимается. И понимает ту долю ответственности, которую он за вас несет. Поэтому, наверное, тут не призыв, просто пытаемся разъяснить людям, что пользуйтесь такси, пользуйтесь услугами профессионалов. Сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка всех официально зарегистрированных на территории Ленского района служб такси. Проверяется водительский состав, автотранспорт, надычи путевых листов, которые обязательно должны быть с отметками медика и механика. На данный момент нарушений не выявлено. Госавтоинспекция настоятельно советует ленчанам быть внимательным при выборе службы, занимающейся пассажирскими перевозками. А к предоставлению перевозок легалами и того внимательнее. Ведь зачастую перевозка людей осуществляется на технически небезопасных автомобилях, а состояние здоровья водителя вообще никто не проверяет. Светлана Блеева, Алексей Семенов, НВК Сахам, Ленск.